Несмотря на свою непродолжительность, чемпионаты Европы отражение тактических идей, которые царствуют на континенте. Футбол постоянно меняется и эволюционирует. В одну эпоху во главе угла стоит надежная игра в обороне, в другую — свободные роли креативных игроков в атаке. Мы предлагаем ненадолго окунуться в историю и проследить, как менялись тактические тренды на протяжении последних пяти чемпионатов Европы. Как немцы покорили всех своей системой? Греки — персональной опекой, а Испания — тикитакой. Но сначала ответьте на вопрос. Самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы забил футболист сборной России. Назовите Евро-1996. Система — основа всего. Еще по ходу турнира тренер сборной Германии Берти Фокт сказал «Главная звезда в моей команде — это сама команда». Его высказывание стало девизом всего чемпионата, который немцы выиграли. Евро-96 стал революционным. Впервые число команд было расширено с 8 до 16. Кроме того, в плей-офф ввели правила золотого гола. Все это сказалось на турнире, который стал самым грязным в истории на тот момент. 151 желтая карточка и 7 красных. Для сравнения, за предыдущие 9 розыгрышей континентального первенства было всего 7 удалений. На первый план вышли не индивидуальные навыки игроков, а надежная система игры. Тренд на это уже был задан. Потому французы не повезли на Евро Кантона и Женала, итальянцы Баджо и Виали, испанцы Рауля. Самым показательным стал полуфинал Германии и Англии, в котором организованные и действующие компактно немцы без своей главной звезды Юргена Клинсмана обыграли соперника с яркими Гаскоином и Ширером. В символическую сборную турнира попали три немца. Вратарь Кёпке, Либера Замер и опорник Айльц. Как видите, ни одного игрока группы атаки. Тем не менее, немцы забили больше всех голов на турнире. В финале обыграли Чехию и завоевали первый международный титул после объединения Германии. Евро 2000. Акцент на обороне ради свободы звезды. Но к концу века в Европе начала доминировать новая сила. Франция со своим гениальным поколением футболистов. В 1998 году французы выиграли чемпионат мира, а спустя два года победили на Евро. Сделали они это под руководством двух разных тренеров. Эме Жаке и Роже Либера. Но оба специалиста решали одинаковую проблему. В 1998 перед Жаке стояла задача дать свободу своей главной звезде, Зенедину Зидану. Зизу уже тогда был в числе лучших игроков мира и вел игру команды в атаке. Но вместе с тем почти не помогал обороне и не обладал выдающейся скоростью и выносливостью, чтобы покрывать большие расстояния. Жаке нашел выход и дал Зидану максимальную свободу творить. А стабилизировал команду за счет мощного мобильного кулака в опорной зоне. Троица Дешам Карамбе Петти выжигала центр поля и подключалась к атакам вторым темпом. В то время как креативщики Зидан и Джеркаев получили свободу действий у чужих ворот без оглядки на оборону. На Евро 2000 Лимер решил проблему за счет появления в команде Патрика Виера. Это позволило французам перейти на схему 4-2-3-1 и отрядить в атаку еще одного футболиста. Анри, Зидан и Джеркаев зажигали в нападении. А Виера вместе с Дешамом перекрывали кислород сопернику в опорной зоне. Виера вместе с тем классно тащил мяч вперед за счет силового дриблинга. Защитники французов тоже не отсиживались в обороне и разгоняли атаки умными передачами или подключались по флангам. Неудивительно, что в символической сборной турнира вместе с Зиданом и Виера оказались игроки обороны Блан и Тюрам. Французские тренеры первыми адаптировались к оборонительной трансформации европейского футбола и сумели сохранить командный баланс, при этом развязав руки своим творцам. На Евро 2020 тоже появятся новые звезды. В недавнем видео мы выбрали 10 игроков, которые этим летом смогут удивить всех вопреки ожиданиям. Рекомендуем посмотреть. Евро 2004. Персональная опека и жонглирование схемами. К середине нулевых в европейском футболе сформировался четкий тренд оборонительного компактного футбола. Жозе Мауринио только что взял с порту Лигу чемпионов и отправился реформировать английский футбол. А сборная Греции под руководством немца Отто Рихагеля сенсационно выиграла Евро 2004. Считается, что греки победили на чемпионате благодаря припаркованному у своей штрафной автобусу. Издание The Guardian выдало следующее. Поражение греческой сборной из-за ее антифутбола хотел увидеть весь мир. Но это стереотип, который укрепился в умах мас. Да, греки играли от обороны. Но как еще им было играть, когда против них выходили французы с Зиданом и Анри и португальцы с Фигу и Роналду? Что интересно, процент владения мечом сборной Греции на турнире варьировался с 40 до 50%. Не очень похоже на классический автобус, верно? Да и наставники соперников хвалили греков за четкую организацию игры в обороне и быстрый выход в атаку. Рихагель сделал ставку на жесткую персональную опеку и упор на стандартные положения. Греки в полуфинале и в финальном матче забили свои победные голы именно с угловых. И это одна из заслуг тренерского штаба, который готовил оригинальные розыгрыши, блокировки и перемещения игроков в чужой штрафной. Кроме того, Отто здорово жонглировал схемами, подстраиваясь под конкретных соперников. Греки сдваивали фланги при работе со звездными вингерами типа Фигу или же перенасыщали центр поля, чтобы перекрывать кислород Зидану. Плюс у Греции тогда действительно было классное поколение. Многие игроки после Евро разъехались по солидным клубам. Все эти факторы и доля везения помогли грекам оформить сенсационную победу на турнире и доказать, что жесткий порядок может бить класс на самом высоком уровне. Евро 2008-2012 Тикитака, против которой нет приема Споры о том, кто был основоположником Тикитаки, ведутся до сих пор. Кто-то называет родоначальником тренера Атлетика Бильбао Сессора Минотти, который ставил похожий футбол в 80-е. Есть те, кто считает автором идеи тотального контроля мяча Йохана Кройфа, заложившего основы игры в Барселоне начала 90-х. В 2008 году моду на Тикитаку вернул Пеп Гвардиола, который потрясающе раскрыл таланты Хави, Иньесты, Бускеца и Месси именно в такой схеме. В 2008-м тренер сборной Испании Луис Араганес сделал ставку на каталонский костяк, который рвал всех на клубном уровне. Испанцы катком прошлись по турниру и в период с 2008-го по 2012-й правили в европейском футболе, одержав победы на 2 евро и в одном чемпионате мира. Сменивший Араганеза Висенте Дель Боске продолжил развитие по этому вектору. Поначалу многие не понимали, почему тренер выпускает в основе медленного молодого Бускеца, оставляя на скамейке куда более ярких Фабригаса и Давида Сильву. Но футболисты типажа Серхио были необходимы для тотального доминирования в центре поля. Сборная Испании тех лет за счет великолепного техничного оснащения и понимания принципов позиционного футбола, играючи выходила из-под любого прессинга, но и бесконечно катала мяч в центре поля, выжидая, когда соперник допустит позиционную ошибку в обороне и откроет коридор, куда сразу же шел разрезающий пас. Владение мячом было не только средством атаки, но и способом обезопасить себя от проблем в обороне. Вечная истина. Пока мяч у нас, нам не забьют. Это умозаключение стало актуальным в ту эпоху. Сборная Испании пропускала исключительно после контратак или стандартов, а грехи в обороне компенсировала тем, что не давала сопернику строить позиционные наступления, мгновенно возвращая себе владение. Против такого футбола просто не было приема. Соперники бесконечно носились за мячом и были в постоянном напряжении, зная, что в любой момент из центра поля может пойти гениальная разрезающая передача. Но, как всегда бывает, у любого стиля есть срок годности, когда великое поколение пошло на спад, а соперники начали применять более жесткий и агрессивный прессинг, сборная Испании сдала позиции и на нынешний Евро едет далеко не в статусе однозначного фаворита. Тем не менее, Тики Така, Барселона и Красной Фурии той эпохи вошла в историю как одна из самых доминантных систем за все время существования футбола. Сейчас на полях Европы уже не блещут такие ценные игроки, как Инъеста и Хави, но есть множество других талантов, на которых тоже приятно посмотреть. Мы представили символическую сборную из самых дорогих футболистов Евро 2020. Если еще не смотрели, то мы советуем взглянуть. Евро 2016. Возвращение к классике. В 2016 году казалось, что классические 4-4-2 остались в прошлом, и эта схема ушла в историю вместе с традиционным английским футболом начала 90-х. Но неожиданно эта формация оказалась эффективной. Прелесть 4-4-2 в ее вариативности. Здесь один из форвардов может исполнять роль десятки или ложной девятки. Вингеры могут смещаться в центр и открывать фланги крайним защитникам, а опорники врываться в штрафную под второй темп. Французы начали турнир со схемой 4-3-3, но команда провалила игру. И только благодаря голу Пайета в самой концовке вырвала победу над Средненькой Румынией. Дэшам решился на перестройку прямо по ходу турнира в поисках баланса и выбрал 4-4-2 с гибридной ролью Гризмана, Пайета и Пагба. Это позволило Франции с легкостью дойти до финала, где только в дополнительное время трехцветные во многом сенсационно уступили сборной Португалии. Португальский феномен на турнире еще более интересен, так как в отличие от французов команду Фернанду Сандуша не причисляли к фаворитам. Звездой Португалии считается Криштиану Роналду, но в успехах команды как минимум не меньшая заслуга главного наставника, который выжимает максимум из имеющегося ресурса. На Евро-16 Сандуш грамотно подстраивался под соперников и давил на их слабые точки. Особенностью команды стала компактная игра в полузащите с все той же схемой 4-4-2. Только в отличие от французов, португальцы использовали мощный ромб в полузащите. Центр поля уничтожал кулак Марио, Карвалью, Саншеш, Силва, которые грамотно перекрывали линии передач и моментально перестраивались при переходе из атаки в оборону. Кстати, на Евро-2008 Гус Хидинг использовал похожую структуру игры и добился большого успеха. Фернанду Сандуш же не побоялся пойти дальше. Например, он использовал Нани в роли девятки, хотя на эту позицию лучше подходил Криштиану. Отчего выиграли оба игрока? В 21 веке европейский футбол пережил сразу несколько тактических революций. Но Сандуш показал, что даже имея достаточно скудный ресурс, при тщательном изучении слабых мест соперников и персональным ориентировкам для каждого игрока, можно давать результат. Важно не то, каким составом ты обладаешь. Главное, как ты его используешь. Своего рода возвращение к началу нулевых, когда греки и Жозе Мауринью ввели моду на четкие действия в обороне. А какой тактический тренд будет главным на нынешнем Евро, мы сможем сделать вывод уже скоро. А пока давайте просто насладимся футбольным праздником. Субтитры сделал DimaTorzok